всем привет мы сейчас будем играть в майнкрафт вот смотрите сегодня я опять буду работать дежурном по переезду вот у нас сегодня опять обновление вот здесь поставили вот такие ограничительные полосы то есть от человека до поезда здесь тоже самое только для машины вот со всех сторон как видите как вы уже заметите как вы уже заметили поменяли семафоры теперь они у нас вот такие вот трехсекционные и с многопутным знаком вот короче вот такие вот такие у нас обновление еще здесь кстати делаются дорожные работы кстати здесь поставили вот такие столбы здесь убрали пешком переход но добавили его сюда вот и проезд к 100 проход к станции я не знаю почему на убрали название скорее всего здесь будет стоиться какая-то деревня поселок или город что-то типа того и вот здесь у нас добавились вот такие типа парковочки для машин вот там уже домик стоит вот здесь поставили ограждение типа чтобы туда не ходить вот и сегодня я буду работать дежурном по переезду кстати в ночную смену потому что как вы видите наступает ночь так берем наше расписание с полочки берем арсенал дежурного одеваем жилеточку ну и все в принципе так смотрим расписание первым нас пойдет грузовой вот до 9 часов я буду работать и у меня смена кончится кстати здесь здесь у меня появился такое освещение вот я его могу как и выключить так и включить не знаю почему она тут у меня была включена скорее всего прошлый дежурный забыл его выключить ладно так я пока что буду ожидать грузовой поезд так судя по рации время подходит к полночи поэтому мы закрываем переезд так вот он у нас мелькая зачем мелькает а потом закрывается вот на хера я подпрыгнула не знаю ладно так так как это у нас грузовой поэтому его встречаем по на второму по второму пути оттуда хорошо так сейчас не зря кстати тут сделали переход как раз как раз и для меня он подойдет вот посмотрите так ладно я ожидаю поезда так ребятки вот смотрите у нас едет чем и 3 с грузовым составом посмотреть какие огромные контейнеры он везет желтый синий наверное ну почему для вас кажется что это бежу потому что ночь и он создает и он создает другой оттенок вот смотрите вы заметили что его скорость набирается вот это да я ни разу не видел скоростных грузовых поездов ладно открываем переезд все уехал все пес у нас открылся а я ожидаю скоростной поезд в 1 час 40 минут ожидаем так сейчас вроде бы должен пойти скоростной поэтому мы переезд закрываем и мы выходим с желтым флажочком ожидая вот того самого скоростного поезда так ребятки вот посмотрите сапсан едет он мне кажется будет пропускать станцию так как посмотреть какая большая скорость он он быстрее меня посмотрите вот это сапсан самый быстрый поезд в россии вообще прям понесся так ладно перес я открываю дальше у нас будет служебный вот насчет пассажирского я думаю что он опять таки будет с вагонами лиц а локомотив по неправильному пути я вообще сам первый раз слышу что это такое наверное если пассажирский локомотив то он будет и если по первому есть пассажирский локомотив то он будет по первому пути ехать отсюда туда а если грузовой то наоборот по втором пути туда вот я так наверное думаю вот ладно я ожидаю служебный так сколько время ага сейчас должен пойти в принципе служебный так переезд мы значит закрываем вот что немножко странный но работает шлагбаумы закрываются так какой еще служебный мне кажется он будет ехать по второму пути как и скоростной поезд ой точнее грузовой так ладно я его ожидаю так ребят едет у нас и п2 опыть не понял шаг бам ты совсем сдурел ой ё-моё в общем то тут у нас сразу две мистики в одном видео капец это надо даже отдельный ролик писать служебный поезд с пассажирским локомотивом поехал с грузовым вагоном и шлагбаумы с ума сошли я не понимаю что что так что такая за мистика происходит ладно надо кстати диспетчером доложить а это точно машинистом всех ближайших поездов так набираю маши машинистом ближайших поездов здравствуйте машинист здравствуйте что вам нужно в общем то вы зачем прицепили пассажирский к пассажирскому локомотиву грузовой грузовой вагон а точно мы ошиблись п2к грузовой пассажирский локомотив ладно начнем это и подменим или на еще что то все ладно хорошо диспетчер до свидания ой ребята конечно да что у нас там за мистика так ладно дальше у нас будет маневровый это наверное чм 3 ожидаем так сколько так маневровка 440 сейчас она должна в принципе пойти я не знаю что творится со шлагбаумом он реально начинает тупее то открылся когда когда поезд приезжал служебный то еще что я я у меня нет слов я у меня просто нет слов ладно все я так это у нас какой ага это у нас маневровый хорошо хорошо я его вот здесь буду ожидать так я вижу маневровку так шлагбаумы не открылись надо надо следить 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 как несется все пропало так ладно я ожидаю пассажирский я вы конечно вы конечно удивляйтесь не удивляйтесь но мне кажется он опять будет с вагонами лиц ну это это реально уже какое-то недоразумение ладно я его ожидаю а какой же прекрасный звук подлэп а вы а вы тоже когда-нибудь находились подлэп и слышали такой характерный треск от них напишите в комментариях так но надо бы конечно зайти в булточку и пос так куда мне мне кажется или я чуть чуть ли пассажирский поезд не пропустил быстрей 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 ё-моё я чуть я на эти лэп блин засмотрелся и сейчас подождите так ребятки опять у нас едет чмэ-3 ну да ребята как я это как я этого в кавычках ждал вагоны ритс опять м-да что-то а а где а где старе вагоны алё подождите мне кажется сейчас она будет останавливаться я пока что подожду эээ прибыти на станцию все ребятки прибыл у нас составщик в кавычках ожидаемый м-да кстати посмотрите он ровно эээ станции ровно сделаны на два вагона посмотрите вот один вагон до одного вагона до красавица это дверь и сейчас я вам покажу до второго вагона вот кстати я сейчас пойду проверю остановись до остановки первого вагона конечно чуть-чуть не доехал ну ладно а вот это кстати знак остановки первого вагона для электричек это для локомотив для обычного пассажирского а это для электричек вот так ну что ж а я подожду отправление этого поезда все ребятки поезд у нас тронулся он сейчас он едет прямо сейчас москва би москву что ли едет ладно все составчик у нас тронулся он у нас поехал резко кстати вот так а я пойду открывать переезд опять шлагбаумы чё чё с вами не так ладно сейчас так дальше у нас будет грузовой хорошо ожидаем так я тут кто ко мне в дверь стучится так о здрасьте житель здрасьте я я я так и не понял почему поезд проехал а шлагбаумы не закрылись если это вы виноваты то штраф платите нет 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 я ни в какую не виноват они просто видите они они просто сломались и очень странно себя ведут эти шлагбаумы а ну понятно да вы хотели штраф выписывать да да не выпис да не выписывайте штраф всё это всё шлагбаумы виноват чё я вам такое сделал ничего я вам не сделал а ну хорошо может строителей вызовите да не в другой день ладно до свидания до свидания житель какой-то странный думал что это всё я виноват хотел ещё штраф наплатить зачем если я виноват так ладно я в принципе ожидаю грузовой поезд так сколько время сейчас да должен найти грузовой поэтому переезд мы закрываем и кстати пока я ждал смотрите на улице немножко рассветлела смотрите как светло стало так мне и так хочется выключить а не хотя надо оставить так всё в принципе у нас тут закрывается закрыли шагбаум так это у нас какой подождите подождите грузовой ожида ой неправильно пришёл так вот здесь хорошо я ожидаю поезда так ребятки я заметил чмэ 3 с неплохими такими грузовыми вагончиками так надо мне следить за шлагбаумом а то он лагает что-то смотрите я давно таких не видел смотри 120 км в час это наверное его допустимая скорость вот всё грузовые вагончики значит проезжают а я иду открывать переезд всё вот там они уезжают и переезд открылся так последним на мою смену у нас будет локомотив который будет и ехать по неправильному пути хорошо я его ожидаю так всё последний поезд на си о он там уже едет скрепис э под ваке по неправильному пути фига шлагбаумы даже закрыться не успели вот это да конечно но хорошо что я ему показал хотя бы жёлтый флаг а пока наступал день я свет уже врубил вот выключил свет ну и всё в принципе можно собираться так мне диспетчер приём дпп 16 километр у вас заканчивается смена переезд на переезд на переезд на пересменку не закрывайте складывайте все вещи и можете идти ладно диспетчер хорошо так он сказал что нужно сложить все вещи и конечно же пере и конечно раздеться так как смена у меня заканчивается так но он сказал переезд так точно надо его открыть я совсем забыл ребята ё-моё у меня у меня это просто из башки вылетело вот и всё он сказал переезд не закрывать на переезд сменку переезд закрывать на сменку не надо ну вот ребятки ладно всё нам придётся заканчивать вот такое я держусь по переезду вам показал кстати в ночной смене если вам понравился этот ролик подписывайтесь на мой канал с вами был я Никита и всё всем удачи всем пока пока